В школе Music and Harmony вы можете взять уроки игры на духовых инструментах. Но наша школа одна из очень немногих, где обучают игре на новейшем японском инструменте венома, а также применяют его на начальном этапе обучения игре на саксофоне. Если ученик старше 8-9 лет, то в зависимости от его физического развития и комплекции, ему уже можно приступить к обучению на полноценном взрослом музыкальном инструменте, саксофоне, флейте или клаванете. Для детей более младшего возраста обучение, как правило, начинается с блок-флейты, потому что ее аппликатура, то есть расположение пальцев на инструменте, наиболее близка к аппликатуре саксофона или флейты. Чего не сказать о звукоизвлечении, наверное. И поэтому ученику, который переходит после блок-флейты на саксофон, всегда приходится менять звукоизвлечение, то есть, по сути дела, осваивать новый для себя инструмент. Такое положение вещей сохранялось до недавнего времени, пока компания Yamaha не разработала новый инструмент на основе блок-флейты и саксофона. Собственно, понадобилось каких-то 175 лет, чтобы повторить гениальный эксперимент Адольфа Сакса, изобретателя саксофона, и создать инструмент, которого так не хватало начинающим саксофонистам. У этого нового инструмента, который называется Венова, легкий пластиковый корпус, 180 грамм. Для ребенка это немаловажно. Адольфа Саксофон весит 2-2,5 килограмма. И это нагрузка, которая ложится на шею или на плечи, в зависимости от типа подвески, на которой висит саксофон. У Венова аппликатура, как у блок-флейты, и даже еще ближе к аппликатуре саксофона, то есть очень легкая. И, собственно, то, что позаимствовал новый инструмент от саксофона, это мундштук. Мундштук, сопрано, саксофон. И по звучанию он очень похож на этот инструмент. Мундштук, сопрано, саксофон. Начиная обучение игре на саксофоне с Веновы, а не с привычной блок-флейты, ученик сразу начинает учиться правильному саксофонному звукоизвлечению. И на этом этапе он избавлен от всех остальных премудростей саксофона, что позволяет больше времени уделить постановке дыхания, формированию хорошего, правильного звука. Слово сказать, новый инструмент получился самодостаточным и подходит для самостоятельного музицирования. Тем более, что в комплекте идет легкий и компактный кофр, в котором удобно хранить, удобно транспортировать инструмент, ходить с ним на занятия. Поэтому мы с удовольствием приглашаем вас обучаться игре на саксофоне или в Венове в нашей школе. А школа Music and Harmony поможет вам сделать первые шаги на пути к вашей мечте. Субтитры создавал DimaTorzok